дорогие друзья приветствую вас на канале лана арт приглашаю сегодня вас прогуляться по моему ракарию сейчас начало мая посмотреть как перезимовали здесь растения что сейчас здесь растет распускается цветет в общем кому интересно приглашаю со мной на прогулку ракари этот молодой прошлом году я только закончила тут его обустройство как все это начиналось вот ссылочка наверху кому интересно можете посмотреть на первом плане ракари у меня небольшой хвойный садик в основном здесь посажены такие миниатюрные формы но в любом случае я считаю что любое хвойное растение здесь в основном хвойные барбарисы из кустарников это все можно удерживать в какой-то форме которая вас интересует все это прекрасно стрижется так что не стоит бояться высадки хвойных даже в таких маленьких зонах и огромный плюс конечно этого ракария что из-под зимы он выходит вот в таком виде принципе единственное что здесь вот барбарисы сейчас более такие уже выделенные на фоне камней но сами хвойные сама структура вот этого ракария она в принципе неизменно очень аккуратно эта форма мне такой вариант очень понравился и в этом сезоне я буду делать тоже такой микс бордер с хвойными во входной зоне так что кому интересно подписывайтесь все обязательно увидите самом начале здесь расположился можжевельник можжевельник по моему blue star не все названия я хвойных здесь помню но для кого-то если это очень важная если найду где-то в своих записях я потом при монтаже подпишу можжевельник этот достаточно же ну как старый он немолодой хоть и пересажен сюда только в прошлом сезоне но рос у меня в другом месте так что он уже вот прилично так подрос и это такой цементный камень иску как имитация имитация камня из цемента рядом растет это барбарис отра парпура и на она тоже не молодой экземпляр уже достаточно такие мощные у него там внизу вот стебли также сдерживаю его стригу бордовой ну вот как все бордовые формы его лучше сажать на место где достаточно продолжительное солнце иначе он будет зеленеть и вот это в принципе видно если мы посмотрим вглубь то там более зеленые листочки тут на переднем плане очень красивый душица сорта beauty кент или кент бьюти я вообще не надеялась что она перезимует но она все-таки перезимовала очень красивое растение но мне кажется не совсем подходит для этой зоны буду искать ему замену ну а этот цветок который в принципе может очень красиво расти и как ампель его можно даже сажать в кашпо смотрите информацию найдите если кому интересно найду ему другое место постараюсь еще его размножить очень он мне в прошлом сезоне понравился рядом с барбарисом отра парпура я на она вот такая замечательная елочка прям медвежонок название сейчас естественно вам не скажу тоже этой елочки я не знаю лет наверное ну шесть-семь это точно это практически максимальная ее высота есть уже прирост и прекрасно она перенесла эту зиму я ее ничем не укрывала и слава богу она никак не рассыпалась здесь такая же плотненькая красивая очень симпатичная елочка на переднем плане здесь перед елкой бересклет это бересклет желто окаймленные у него желтые такие краешки но при холодной погоде осенью и и зимы он выходит вот такой немножечко красноватый что в принципе даже вот мне кажется очень симпатично все бересклеты я сейчас ну можно сказать общипал здесь вот кончики подстриглых для того чтобы пошли боковые побеги боковые побеги такие яркие очень красивые и кустик получается такой разноцветные я вообще люблю вот эти вот пестролистные растения и на каменистой поверхности на такой светлой они смотрятся очень эффектно под камнем здесь вереск верески тоже я сейчас все уже обрезала и начинает вот появляться молодой уже прирост верески в принципе все хорошо пережили у меня их несколько так что все тоже с ними нормально тут 4 барбарисика на переднем плане это самый маленький вот так бордового цвета барбарис это богатель богатель он очень похож на от антропроплуроэнана в принципе сорт с участием этого вида и выводился расцветка бордовый но точно так же как и натропорпуроэнана требует солнечного места для того чтобы вот проявить весь цвет свои бордовые листва и иначе он будет зеленоватенький рядышком здесь это барбарис эректа вертикаль вертикальная форма у него у хорошие свечкой может расти очень красивый за эректой это аурея барбарис желтого цвета в основном сейчас он такой желтый зеленоватый при распуске скоро тоже все они расцветут и вот здесь между хвойными это барбарис red rocket red rocket тоже бордовый барбарис тоже растет вертикальной формы аурея приходится мне сдерживать она будет формироваться шариком здесь вот все в основном у меня туи туи западной они такой шарообразной формы и чтобы это от рапорпура этот не росла своим фонтаном как она очень любит расти буду ее тоже формировать форме шарика а можжевельник можжевельник скальный здесь у меня буду формировать немножко на приподнятый на приподнятом стволе такой свечечкой тоже все это легко очень формируется обрезается обрезку тоже вам покажу очень такой миниатюрная форма тоже вот этого можжевельничка маленькие ему тоже уже лет пять то есть вот принципе здесь можжевельники они все росли у меня сначала в таком детском садике подращивались и потом уже и ту и то же самое потом уже я их вот пересаживала сюда здесь вот меня это эрика эрика на нет свела не цветет она но она тоже хорошо перезимовала у нее такой светло-салатовый цвет очень красивый сама листва потом имеет немножко такой оранжевый оттенок осенью красивая ну и еще один тут к сожалению не очень выделяется на фоне вот этих вот камушков сейчас потому что вот имеет сизо такую сизую форму это цветы прошлогодние тоже подрезаны тоже сейчас будет наращивать новую такую свою листовую массу он серебристо-голубого такого цвета красивого очень симпатичные но когда вырастет конечно покажу но мне все таки кажется что вот такого плана такого цвета их надо выделять на каких-то темных основаниях чтобы он лучше выделялся хотя в принципе конечно он его видно но теряется такой вот цветовой эффект его кажется все таки ему нужно какое-то обрамление возможно сделаю ему здесь какую-то цветную отсыпку посмотрю ну и тут еще с краю около дома это пихта корейская тоже хорошо перезимовала уже шишки шишечки а вот уже новые тут пробуждают цепочки все хорошо с ней пихточка будет тоже стричься и поддерживать шарообразную форму и еще один можжевельничек который растет больше такой свечкой но опять повторюсь что любой можжевельник любое хвойное растение можно стричь в любую желаемую вам форму вот так выглядит мой небольшой хвойный садик а теперь поближе перейдем к пруду пруд у меня тоже очень небольшой обычная пластиковая чаша и небольшой водопад сейчас конечно все выключено еще ничего не работает но все в рабочем состоянии все увидите обязательно покажу когда все это распустится немножечко все живой до изменится но сейчас к растениям которые здесь у меня растут так здесь по краям водопада лилейники и вот этот цветочек и там альстромерия какая-то красивое название у него потом я подпишу правильно как она называется могу путать так в основном здесь конечно у меня это гейхеры очень много гейхер есть видео у меня про гейхеры про те сорта сейчас я на сортах останавливаться не буду не очень хорошо перезимовал флокс шиловидный тут надо все таки немножко ему убрать старых веточек подстричь его здесь большой очень куст был гейхерки некоторые уже вот у них выходят бутоны скоро будут цвести те кто хорошо перезимовывает очень много еще здесь отчетков у меня различных тоже так эти отчетки это приготовлены для другого проекта у меня гейхерки слава богу очень хорошо перезимовали тюльпанчики ботанические сейчас закрыты это белые с желтой серединкой тюльпаны и просыпаются уже хосты потихонечку потихонечку на начинают просыпаться хосты тимьяны все потихоньку потихонечку уже имеет и меняет свою окраску после зимы гейхеры молодцы живучка мраморная вот это вот очень капризный сорт живучки очень капризный вот здесь она лучше перезимовала на миксбордере хуже камнеломочка это прошлогодний кустик а вот этот кустик это тут смесь камнеломки выращивала из семян ну то еще занятие честно скажу лучше купить уже вот такой готовый кустик хорошо зимует также здесь вот у меня бересклет желто окаймленный здесь были цвели желтые крокусы с ним красиво смотрелось очень каменные розы эти красавицы всегда хорошо зимуют прекрасно вот так же уже такой старенький флокс тоже требует уже его обновления гейхера красотки а вот молодой флокс в прошлом сезоне я его только посадила купила и он прекрасно перезимовал композиция около камушка с правой стороны уже начинает показываться здесь это хоста тоже такая бело окаймленная на отцвел здесь белый белый крокус здесь также здесь везде вот подсажены белые крокусы здесь барбарис ой барбарис бересклет тоже бело окаймленный также весь подстрижен для того чтобы он начал давать вот боковые побеги чтобы нарастал начинает распускать свои листочки это пузыреплодник пузыреплодник но это низкая форма сорт называется по моему little джем здесь вот он у меня уже практически укоренился здесь одна веточка вот упала можно уже его отсоединить и размножить на переднем плане здесь несколько сортов приму различных очень красивые скоро распустится вот этот вид приму и сколько я не пытался вырастить из семян и ионом не получается подсаживал здесь вот несколько луковиц это нарциссики так желтенькие сейчас уже вот потихонечку начинают тоже выходить с этой стороны прудика небольшая дорожка из обрет и этот цвет расцветка такая цветет пораньше то вот потемнее попозже здесь еще вот не начинают цвести обретто весной всегда требует подсыпки песочка я подсыпаю песочек особенно там где вот старенькие уже веточки ну все и в принципе обретте не помешает подсыпка песка и потом когда цветочки отцветут ее можно обстричь вот здесь еще у меня плохо перезимовавшие два варианта гейхеры буду их отсюда выкопать они вроде бы оживают но это не их место то есть вот видно что здесь и мне хорошо они здесь не перезимовали поэтому я их отсюда выкопаю посажу их на доращивание пока в какие-нибудь контейнеры и определю их скорее всего в другие места а суда посажу другие потому что вот хорошо вышли из зимы прекрасно выходит значит им тут все хорошо и еще такой момент если вы будете высаживать где-то гейхеры после зимы никогда не убирайте им вот эту вот старую листву ждите пока начнут отрастать молодые листья потому что эти листья это как у хвойных они же выходят из-под сугробов с листьями и у них такое бывает тоже подгорание как у хвойных не торопитесь их раскрывать я обычно накрываю какими-то ящиками пластиковыми их не торопитесь их раскрывать потому что как у хвойных может происходить ожоги и вот скорее всего всегда вот это подсыхание листьев это как раз происходит по тому же принципу как и ожоги у хвойных поэтому убираем листву вот эту старую только после того как распустится молодая листва заморозки вот такие вот нежные сорта плохо переносит это вот как раз это последствия заморозков практически желтенький весь хороший вышел из-под зимы а вот весенние заморозки их немножко могут подпортить но ничего он весь отойдет он молодец выдержал капризные вот эти вот светлые лимонные сорта вообще все желтые сорта гейхер лучше сажать на солнце тогда они максимально проявит свой цвет но остальные гейхерки здесь вот все пошли уже молодые листочки вот как раз этого экземпляра в прошлом сезоне я собирал семена коих у меня теперь сеянцев очень много они растут так здесь вот здесь несколько у меня голубых хост им тоже здесь не очень хорошо возможно я буду им искать другое место потому что голубые хост и на солнце они меняют свою окраску на зеленую лучше как раз полутень все они хорошо перезимовали все выходят средняя линия здесь у меня очетки пока растут различных окрасов с различным окрасом и листвы и соцветий вот этот капризный очень интересный сорт он в него листочки вообще полосатый такие бордовые в полоску ну и сразу видно такой капризу ли вон еле-еле развивается ну а все остальные четочки перезимовали отлично на заднем плане это у меня остильба такая низенькая очень красивая розовая но и вот это тот растопырка это барбарисик по моему rose rose какой-то rose glow вот сорт у меня на бумажке написано хорошо можно посмотреть на нижнем плане там тоже на нижних ярус на более высоких ярусах там обретов локс желовидный и гехера гехера такой очень проверенный сорт здесь задний план водопада и все слава богу здесь тоже перезимовала хорошо ирисы здесь в основном у меня лилейники вот начинает уже показываться пасконник это высокий очень пасконник внизу здесь было пас была посажена еще мята она тоже естественно отлично тут перезимовала в общем живучка там вот в камнях у это вообще вот этому виду все вообще нипочем на самой горке здесь вот здесь прекрасно вообще в камнях вот перезимовал вербеник монетчатый вот он начал выходить весь пойдет и вот это это разновидность тиареллы тоже прекрасно зимует красивые листья это родственницы гейхеры вот как раз совокупность гейхеры и тиареллы появились такие красивые растения как гейхереллы ну вот принципе наверное все что я хотел сегодня вам рассказать и показать в этом ракарии как он сейчас выглядит конечно он будет каждый месяц меняться будет виды изменяться очень красиво потом будут менять листву гейхеры все это я вам обязательно покажу но на сегодня это все огромное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал лайками и комментариями кому нравится дачная садовая цветочная тематика приглашаю подписаться на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропускать мои очередные видео до новой встречи друзья